Здравствуй, дружок! Сегодня у нас индийская сказка под названием «Мышонок, который был кошкой, собакой и тигром». Говорится, если тигр имеет сердце мышонка, то лучше ему не встречаться с кошкой. Случилось, что ворон нес в клюве мышонка и, пролетая над лесом, выронил свою добычу. В лесу том жил человек, умеющий делать чудеса, и мышонок упал к ногам этого человека. Увидев мышонка, человек поднял его и принес в свою хижину. Много до ней прожил мышонок с человеком. Человек кормил его, поил, и мышонок был счастлив. Но однажды, выйдя из хижины, он увидел поблизости большого кота. Юркнув обратно в хижину, мышонок забился в угол и сидел там, дрожа от страха. Заметив это, человек спросил «Что с тобой? Почему ты дрожишь?» «Ах, господин мой!» — пропищал мышонок. «Невдалеке от нашей хижины встретил я кота, и теперь умираю от страха». Человек подумал немного и сказал «Хорошо, я сделаю так, что ты никогда не будешь бояться кошек. Ложись спать. Утром ты проснешься не мышонком, а кошкой». Как человек обещал, так и сделал. Утром мышонок проснулся кошкой. «Больше тебе нечего бояться кошек. Теперь ты тоже кошка», — сказал человек. Довольная кошка-мышь выбежала из хижины. И только она собралась понежиться на солнце, как вдруг опять увидела кота. Бедняга сразу же забыла, что она уже не мышь, а кошка, и понеслась обратно в хижину. «Что с тобой?» — спросил человек. «Кого ты опять испугалась?» Кошке стыдно было признаться, что она по-прежнему боится кота, и она сказала неправду. «Я встретила в лесу собаку. Она погналась за мной, и я еле спаслась от нее». Снова сказал человек. «Ложись спать. Утром ты проснешься собакой. И тогда тебе нечего будет бояться других собак». Так и случилось. Утром кошка проснулась большой собакой и с громким лаем выбежала в лес. У ближнего дерева она опять заметила кота. И кот тоже увидел собаку. Кот подумал, что собака сейчас бросится на него. И приготовился защищаться. Он зафорчал, поднял лапу и громко мяукнул. Услышав мяуканье, собака, не помня себя от ужаса, вбежала в хижину. «Эх, на этот раз-то кто тебя напугал?» — спросил человек. Так, стыдно было собаке признаться, что она испугалась кошке. И собака сказала неправду. «Ах, господин мой, невдалеке от нашей хижины я встретила тигра. Я до сих пор не пойму, как мне удалось спастись от этого ужасного хищника. Ну, тогда я сделаю так, что ты никого не будешь отныне бояться. Ложись спать, завтра ты проснешься тигром». Так и случилось. Утром собака проснулась тигром и решила. «Не пристало мне, царю зверей, ютиться в жалкой хижине человека. Пойду в лес, и пусть все звери трепещут перед моей силой и храбростью». Так подумав, тигр важно направился вглубь леса. И вдруг он увидел кота. И кот тоже увидел тигра. От ужаса шерсть кота поднялась дыбом. Спина выгнулась с дугой, глаза засверкали. — Теперь я погиб, — подумал кот, — от тигра мне не спастись. Тигр же, в груди которого билось трусливое сердце мышонка, при виде горящих глаз кота бросился опрометью бежать в хижину человека. Он влетел в дом, забился в самый дальний угол и лежал там, стуча от страха клыками. Увидел человек. — Почему ты опять дрожишь? Разве в нашем лесу есть зверь сильнее тигра? — Есть, — сказал еле слышно тигра. — Кто же это? — удивился человек. — Это, это, это кот. Тогда человек понял все и сказал. — Тигр, в груди которого бьется сердце мышонка, слабее кошки. Пусть же тот, у кого сердце мышонка, останется навсегда мышонком. И так сказав, он превратил тигра в жалкую маленькую мышь. На этом сказке конец. Поучительная сказка, кстати. Кто дослушал, молодец. Понравилась сказка? Не забывайте ставить лайк. Спасибо и до скорых встреч.